Взрыв в порту Бейрута в начале августа 2020 года по своей мощности оказался пятым в рейтинге 10 крупнейших неядерных взрывов в истории человечества. 4 августа 2020 года с землетрясением силы 4 и 5 по шкале Рихтера разрушил половину города и нанес огромный ущерб экономике страны. Вспыхнули массовые волнения, правительство ушло в отставку. Согласно сообщениям СМИ, все началось со взрывов на складе фейерверков. Затем взорвался расположенный рядом склад с тремя тысячами тонн селитры. В СМИ преобладающие версии указывают на халатность персонала, обслуживающего склад, и на безответственность ливанских властей, годами хранивших опасный груз в городском порту. С вами ВТЕХНО-2, и мы вновь реконструируем события тех лет и отвечаем на главный вопрос о том, как это было на самом деле. Исследователи из отдела гражданского строительства Университета Шеффилда в Великобритании обнаружили, что взрыв, произошедший в порту Бейрута, эквивалентен подрыву от 550 до 1200 тонн взрывчатого химического соединения тринитротулола. По словам ученых, это около 5% мощности ядерной бомбы, сброшенной США на Хиросиму в августе 45-го. За одну миллисекунду взрыв высвободил около 1 гигаватт-час энергии. По предварительной версии, столь масштабная трагедия произошла из-за сварочных работ, искры от которых подожгли петарды, хранившиеся на складе причала, а за петардами уже взорвалась селитра. Власти сообщали, что портовые рабочие заварили отверстия, через которые на склад могли пробраться воры. По данным некоторых арабских СМИ, взрыв мог устроить Израиль, чтобы уничтожить хранившиеся на складе иранские ракеты, которые могли быть использованы против еврейского государства. По другой версии, к инциденту могли быть причастны злейшие враги Израиля. Иранская военизированная организация «Хизбалла» и Израиле «Хизбалла» решительно отрицают причастность к трагедии. Сама селитра была конфискована с грузового судна «Росу», сходившего под молдавским флагом. Его команда в основном состояла из украинцев, а вот владельцем был российский предприниматель Игорь Гречушкин. Сайт судоходного мониторинга «Флитмон» сообщал в 2014 году, что Гречушкин на тот момент постоянно жил на Кипре и управлял одной из местных грузоперевозочных судовых компаний. В 2013 году «Росу» с грузом аммиачной селитры вышел из грузинского порта Батуми в Мозамбик, но по пути был вынужден зайти в порт Бейрута из-за проблем с двигателем. После проверки судно оказалось негодным к дальнейшему плаванию. Его задержали. Команда покинула его. Гречушкин, по словам моряков, фактически бросил судно. Заказчики отказались от опасного груза. В итоге селитру переместили на бейруцкий портовый склад, где она и хранилась до нынешней трагедии. При взрыве в Бейруте погиб генсек ливанской партии Аль-Катаиб – Назар Наджарян. Эта партия является одним из злейших врагов Хизбалы. Правда против версии о причастности к инциденту Хизбалы говорит, что рядом с портом проживает многочисленная армянская диаспора, который принадлежал Наджарян. Трибунал ООН огласил вердикт четырем заочно обвиняемым в убийстве в 2005 году бывшего премьер-министра Ливана, видного политика и миллиардера Рафика Харири. Харири погиб в результате мощного взрыва заминированного автомобиля. В теракте погиб 21 человек. Для преступления была использована тонна взрывчатки, которую подорвал смертник, въехавший в кортеж Харири. В организации теракта обвинили Хизбаллу, в которой состоят все четверо обвиняемых, а также сирийских чиновников. Хизбалла неизменно отвергала все обвинения. Крупные техногенные катастрофы подобной природой, в которых оставленным агентом выступали взрывоопасные нитратсодержащие вещества, случались за последнее столетие несколько десятков раз. Некоторые наиболее масштабные по последствиям оказались сопоставимыми с Бейрутской катастрофой. В частности, взрыв на химическом заводе АПАУ в 1921-м и катастрофа в порту Техас-Сити в 1947-м году. А с вами был ВТЕХНО-2. Всего вам доброго. Берегите себя. Увидимся, как обычно, в следующем выпуске на канале.